Всем привет! Меня все еще зовут Дмитрий, и я режиссер-постановщик кино, рекламы и музыкальных клипов. Давайте начинать! Первое. Размер сенсора матрицы. Чем больше сенсор, тем лучше. Это означает, что камера будет обладать большей светочувствительностью, будет больше детализация, меньше шума, более выраженное боке и больше динамический диапазон. Размер диагонали сенсора матрицы в айфоне 9 мм. Самый маленький сенсор среди камер 15 мм. Также из-за маленького сенсора на этапе монтажа и цветокоррекции сильно вы не разгонитесь. Второе. Чем камера тяжелее, тем проще на нее снимать с рук. Вес телефона колеблется в районе 200 грамм. Это очень мало. Снимая с рук, будет ощущаться дрожание в кадре. Вы, конечно, можете включить стабилизатор, встроенный в телефон, но, к сожалению, он не всегда хорошо отрабатывает. Также вы можете использовать электронный стабилизатор для телефона, но из-за парусности данной конструкции снимать ветреную погоду практически невозможно. Едем дальше. Третье. Ограниченный объем памяти. Если вы замахнете снимать что-то большое, то вы удивитесь, как быстро закончится место у вас на телефоне. И вам придется удалять свои танцульки в клубах фотографии племянников, еды, нюцы, дикпики. В камере вы бы просто поменяли флешку. Четвертое. Переменный фпс. Довольно серьезная болячка у айфонов. Эта функция включена по умолчанию. И что же она, собственно, делает? Например, вы снимаете видео в условиях слабого освещения. Чтобы компенсировать недостаток света, айфун меняет частоту кадров, с которой он снимает. Если в настройках у вас стояло 4К 30 фпс, то айфону в потемках будет насрать. Не будет четко 30 кадров в секунду. Будет 28.75 или 26.68 или 22.74. Каковы же последствия? Когда вы умудритесь, наконец, скинуть материал на комп, то вы обнаружите жесткую рассинхронизацию звука и видеоряда. И чтобы это исправить, вы потратите большое количество времени. И не факт, что у вас это получится. Пятое. Заряд телефона. Если села батарея в телефоне, то вы либо будете снимать с пауэрбанком и кучей проводов, либо ваша съемка подошла к концу. В камере вы бы просто поменяли аккумулятор. Шестое. Звук. Если вы приобрели отдельный микрофон, который подключается к вашему телефону, то вы не сможете контролировать звук. Ведь наушники вам воткнуть больше некуда. Седьмое. Встроенное аппаратное приложение камера в айфоне снимает в практически автоматическом режиме. По умолчанию от производителя нет возможности изменения выдержки ISO и баланса белого. Есть только так называемое изменение экспозиции, которое реализовано не путем закрытия диафрагмы, а цифровой обрезкой освещения. Восьмое. Сброс информации с айфона, например, на компьютер с виндой, тот еще квест. То комп его не видит, то iTunes нужен, то провод нефирменный. В итоге все закончится тем, что вы будете скидывать ваш материал в Telegram или на файлообменник, чтобы с компа уже нормально скачать материал и приступить к работе. С камерой проще. Вытащил флешку, вставил в комп. Девятое. Оптимизация экрана айфона. Разработчики из Apple хитро сделали экраны для своих устройств. На них цвета и яркость отснятого на сам айфон материала всегда будут казаться насыщеннее и сочнее. А откройте это же видео на другом телефоне или компе, и вас будет ожидать R. Разочарование. И это были 9 причин, почему лучше не снимать видео на телефон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok